Вы знаете, я вообще против Олимпиады и против спорта как такового, потому что спорт убивает. И мне, конечно, так проще. Я вот лягу, отрежу все, а потом пойду плавать. Вот потом я пойду в спорт. Есть такая глупая точка зрения, будто спорт поправляет здоровье. Ничего подобного. Спорт для нас такая тоже это последняя возможность. Ну, может быть, в перчатках, может быть, не по-настоящему, но тоже драться, драться, говорить «я, я». Интересно сейчас разве что гонки Формулы-1. Дело вкуса, и каждый выбирает самое по себе. Уверенность в себе. Все это мне, на самом деле, дало очень много спорта. Конечно, нужно привлекать людей, привлекать мальчишек и девчонок. Спорт для нас это очень любимая вещь. Спорт и жизнь, они неразделимы. Сейчас наш компьютерный век, даже норвежцы и те сетуют, что дети вместо того, чтобы кататься на лыжах, сидят перед гаджетами всякими разными. Сейчас у молодежи очень много выбора. Как раз физическая культура и спорт являются таким мощным базисом для того, чтобы ребенок вырос здоровым, красивым и умным при этом. Потому что никогда физическая нагрузка не мешала, собственно, развитию. От спорта реально вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. И вместо того, чтобы идти в бар с подружками, лучше сходить в спортзал. У вас будет хорошее настроение и формы не расползутся. Физическая культура является частью общей культуры человечества. Это очень важно, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!